Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! War Thunder. Военный экшен с графикой нового поколения. Реалистичные облака. Улучшенные взрывы. Ретрейсинг. Таких крутых эффектов в бою ты еще не видел. К танкам, самолетам и вертолетам присоединились дредноуты. Прикрывай наземную технику с воздуха и сбивай авиацию с воды. В War Thunder в одном бою тебе доступны разные виды техники. War Thunder теперь есть на PlayStation 5 и новых Xbox. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед в начале игры. А это больше эксперимент, чем фокус. Его можно провести на любом человеке, главное не говорить, что ты будешь делать, иначе он откажется. Суть этого эксперимента – заставить человека ощущать искусственную руку как свою. И как только поймешь, что подопытный реально ощущает прикосновение, ты резко достаешь молоток и со всей дури ударяешь по искусственной руке. Самое главное не перепутать. Он резко уберет руку и на долю секунды почувствует боль, а потом все осознает. А это гамак для ног. Вещица на самом деле прикольная, но есть большое но. Стоит это чудо 20 долларов. Китайцы, вы совсем там охренели? 20 баксов за кусок тряпки, две палки и веревку? Ай да китайцы, ай да молодцы. Да я лучше сам смастерю, и то дешевле выйдет. Я очень надеюсь, что на меня с ножом никто кидаться не будет, но вот футболка, устойчивая к таким повреждениям, все же не помешает. На первый взгляд и не скажешь, что она какая-то особенная. Обычная, ничего примечательного. Тестить на себе, конечно, стрёмно. Вдруг братья китайцы обманули. Но все же, если провести по ней острым ножом, никаких следов не останется. Даже нет намека на маленькую дырочку. Офигеть! Ты тоже в шоке, как и я? Обязательно ответь в комментах. Кстати, есть еще и рубашки. Я, конечно, не шаман и с бубном не танцую, но повлиять на погоду могу. Заинтригован? Ну еще бы. Недавно я приобрел генератор тумана с вилкой. Это небольшая штука, одна часть которой втыкается в розетку, вторая пускается в емкость с водой. По итогу образуется своеобразный туман, очень уж похожий на настоящий. Но это не просто игрушка, а увлажнитель воздуха, который мне пришлось подарить своей подруге, так как он ей очень понравился. Я считаю, что огнетушитель в доме – это главный мастхэв этого года. Ну а что, 2020-й непредсказуемый, неизвестно, чего ждать дальше. Этот портативный вариант не помешает. На всякий случай. Правда, изначально я даже не думал, что он будет настолько маленький. Я бы даже сказал, что это одноразовый огнетушитель, которого хватает буквально на пару пшиков, а значит, сильно рассчитывать на него не стоит. Декоративная вещь, не более того. Мой друг – нездоровый фанат PUBG. Других игр, кроме этой, для него не существует. И когда у меня возник вопрос о подарке на АДР, недолго думая, начал искать какой-то атрибут, связанный с его увлечением. Нашел вот такой прикольный шлем. Внешне он один в один, как в PUBG, только пластиковый и жутко вонючий. Ему не помогло даже недельное проветривание на балконе. Вещица занятная, но, увы, запах Китая перебивает весь восторг от нее. Пришлось ее выбросить без капли сожаления. Друг остался без подарка. Захотелось моему другу удивить девушку, и решил он сделать вот такую красоту. Для этого купили полный комплект для создания потолка «Звездное небо». Думал успеть к ее дню рождения, но доставка затянулась на два месяца. Зато пришло все целое, надежно упакованное в блистер. В роли звезд выступает светодиодная леска. Ее пришлось подрезать, так как была очень длинной, около двух метров. Еще в комплекте был пульт, им можно было включать небо и менять его цвет. Стоит ли говорить, что девушка была в восторге от такого подарка? Пускай он даже и не задержался. А это цифровой микроскоп, на котором я завис недели на две точно. Под ним посмотрел все, что только под руку попадалось. Картинка крутая, несмотря на то, что разрешение у него 640 на 480. Увеличение зума доступно в диапазоне от 50 до 500. Он регулируется в ручном режиме, для меня это не проблема. Самая крутая штука в нем – это возможность записывать на видео мои, так сказать, микроисследования. И хочу предупредить, что с десятой виндой он несовместим. Печалька. А это скоростная машинка, летающая со скоростью звука. Ну, почти. Она реально быстрая, только посмотри, как гоняет. Мне понравилась голубая с красной полоской посередине. Напомнила мне любимый фильм «Форсаж». Заводится не самым обычным способом. Нужно дергать за веревку. Иногда это приходится делать по нескольку раз. Для этого снимается часть корпуса, а после возвращается на место. Управляется с помощью джойстика. Здесь нет ничего особенного. А это самый сложный пазл, собрать который удается не всем. Лишь людям с высоким IQ. Да ладно, я жучу. Но эта головоломка действительно не из простых. Кажется, что это всего лишь пять пазликов, собранных вместе. А ты попробуй их разобрать. Чтобы это сделать, у меня ушло чуть больше двух дней. Никак не мог понять, как же их расцепить. Если просто потянуть за один элемент, то получается спираль, которая никак не хочет распадаться. А ты уже понял, как решить эту головоломку? Если да, то напиши в комментах. Лазерная бритва. Мечта всех мужчин старше 16 лет и некоторых женщин. Этот гаджет внешне напоминает обычную механическую бритву. Но роль лезвия в нем выполняет импульсный лазер. Наподобие тех, которые применяются в фотоэпиляции. Когда в качестве источника света выступает лампа-вспышка. Тем людям, у которых нет такой бритвы, могу сказать одно. Запасайтесь гелем, пеной, сменными лезвиями и бумагой на случай порезов. Ну или электробритвой. А это бюджетный аэрограф с довольно обширной комплектацией. К нему прилагалась коробка для хранения, небольшая пипетка, ключ для отвинчивания сопла, фильтр для улавливания масла и влаги. Был еще и компрессор с производительностью 10 литров, чего для домашнего пользования хватит с головой. Дополнительно нужно было купить краски для аэрографии, но можно пойти более простым способом. Взять обычные акриловые и развести их дистиллированной водой. Получится ничуть не хуже специализированных. А это карманный мультитул для выживания. Остановил свой выбор на таком необычном варианте. Это железная пластина, из которой нужно выдавить детали. И тут нужно быть осторожным, так как все очень и очень острое. Я даже умудрился чуток порезаться. Здесь, на мой взгляд, есть практически все, что поможет прожить пару дней в лесу. Мини-пила, крючки для ловли рыбы, три зуба и наконечники для стрелы. Надо только придумать, в чем его хранить. А это предпусковой подогреватель. После установки обязательно запустите двигатель и дайте ему прогреться, чтобы вышел воздух, который всяко-разно остался внутри девайса. И после долейте охлаждающую жижу в расширитель. Если все установили по инструкции, то проблем не будет. При температуре минус 36 на прогрев двигателя до 50 градусов требуется примерно час-полтора. Кстати, прибор можно включать на всю ночь, не боясь перегрева. Терморегулятор держит температуру в диапазоне от 50 до 70 градусов. Тот, кто играл в Секиро Shadow Dye Twice, наверняка вспомнит этот топорик. Это, между прочим, ручная работа. И он, несомненно, похож на тот, что был в игре. Для чего он нужен, понятия не имею. Но знаю одно. Если ты выйдешь с ним на улицу, долго ты не походишь. Встретишь ментов, которые возьмут тебя под локти и в отделение. Догадался почему. А сейчас расскажу, как быстро посидеть и стать зайкой всего за 20 баксов. И в этом нам поможет вот эта ползающая гадина. Ой, то есть кукла. Товарищи, это капец. Когда увидел это вживую, у меня пара седых волосин добавилась. Но такой эффект мне и нужен был. Решил друга разыграть, подкинул эту куклу ему в комнату, когда он спал. Сначала он не понял, откуда шум. А когда понял, ох, сколько шума было, визжал, как девчонка. Правда, он со мной до сих пор не разговаривает. Надеюсь, скоро простит меня. А это щетка для чистки цепи. Чистить цепь, конечно, нужно. Ведь чем чище от примесей цепь, тем дольше она прослужит, меньше будет посторонних звуков. Скажу так, цепь без ухода проживет тысячу километров, с уходом три тысячи. Вообще, лучше делать это раз в год. Или тебе придется ее менять. Причем, если уже начались проскакивания, то, скорее всего, износились и звезды, в результате чего проскакивать станет и новая цепь. Так что звезды тоже придется менять. Не знаю, как у тебя, но у меня кот сходит с ума, когда дома никого нет. Стоит отойти мне на часик второй, как он начинает бамбить все, что стоит у него на пути. Почему-то я решил, что вот это устройство два в одном должно мне помочь справиться с моим невменякой. В нем есть камера, лазерная указка и динамик. За счет этого могу смотреть, что происходит в квартире в режиме реального времени, играть с домашним разбойником и даже говорить с ним. Но динамик не особо хорош, сильно искажает звук. Разобрать слова трудно. Будущее не за горами. И об этом напоминает эта механическая птичка, которая лично мне больше похожа на бабочку. Ну, да ладно. В любом случае она выглядит максимально современно. И я бы даже сказал, футуристично. Управляется это чудо-технологией при помощи игрового джойстика, который выглядит не менее интересно. В свободном полете игрушка проводит около 8 минут, чего, согласись, маловато. Только войдешь в кураж, а заводная птичка уже села. А это розетка с USB. По-моему, классная и удобная вещь. Ну, подумай, то ли бегать искать головку от зарядки, то ли просто тянуть провод в розетку, и смартфон уже заряжается. Она идет стандартного белого цвета, с одним разъемом под вилку, европейского типа и двумя под USB. В первом случае напряжение 220 вольт, во втором 16 ампер. Тут все честно проверял вольтметром. Иногда показания немного скачут, но плюс-минус такие, как обещал продавец. Иногда во мне просыпается чудо-инженер, которому срочно нужно что-то смастерить. Под влиянием такого настроения купил этот металлический конструктор Скорпион. Он столько-настолько-вот столько. Он настолько офигенный, что как только получил посылку, отбросил все дела и занялся им. Конечно, тут нужны стальные... нервы. Иначе есть риск забросить это дело. Ведь здесь масса мелких деталей, которые нельзя потерять, а запасных, увы, нет. Когда открыл посылку, подумал, что мне пришла флешка. Сразу начал судорожно вспоминать, зачем я ее вообще заказал. Но потом до меня дошло, что это приспособление для чистки экранов. Хочешь спросить, как я догадался? Не поверишь, пытался впихнуть ее в ноут. Вытирает она хорошо. Причем справляется и с отпечатками пальцев, и другими пятнами, которые не весть откуда берутся на смартфоне. Кстати, ею я вытираю дисплей компа. А почему нет? Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S20+, тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой! Свяжись с нами через ВК. Мы ждем тебя! И не забудь перейти по ссылке в описании и забрать свой бонус в War Thunder.